всем привет всем доброе утро проснулись недавно это последнее время стал плохо спать просыпаюсь ночью около трех часов и не знаю что делать ну сегодня так полежал полчаса и заснул а бывает такое час не сплю и два не сплю ладно не сплю не сплю смотрите у нас ночью шел дождь и грозовой фронт и попал в такое время что смещается на глазах дождевой фронт назовем его таким образом смещается налево а справа уже голубое небо ну как на глазах погода меняется всем доброе утро забор красивый я хочу но такой дикий окна дикий виноград создать всем добрый добрый пойдем с нам сельфу усили по усили по я на велике сверху что там у людей я даже не вижу что снимает красиво я всегда ели у нас это было два перни было три персика один недавно выкинули сгнил наполовину один висит еще может поспеет созреет на список с утра составили список чу купить женщина косит а чё тут уметь взял да коси выехали из дома соседу кричим слава слава он полы там мастит у себя на втором этапе тебе купить чего смеемся верим спички соль таня горит водка макароны говорит творога купите мне ну вот сделаем с утра доброе дело кажется дождик собирается кажется дождик собирается а может и нет может понесет о чем думаем товарищ солдат о чем задумались товарищ солдат хорошо мы уже на озере смотрю рыбак выгрузил пол буса костер вон догорает стену какие-то деревья может и спичи хочу ему делать главное удилище доставил раз два три четыре вот еще мало смотрим что осталось после высадки с двух сторон деревьев у нас осталось вот раз деревца березка вот два засохшие еще одно походу есть когда тут весной наверно по высаживали али из двух сторон из молодых саженцев что-то прижилось что-то не прижилось что-то поломали что-то посохло много отдыхающих было осталось и обещал показать что-то было поломано видно было руками вот эти деревья я так думаю они не прижились сами вот березка как и люди так и деревья выживает пропадают говорю дойдет интересно или не дойдет вот в этом районе встречаем всегда кота есть еще один код ходит по всей видимости через дорогу здесь от частные дома гершуна наверно их выпускают любители тут походить где рыбак то нет туда дальше иди там рыба он спит там в кресле спит иди иди рыбу у него по вытягиваешь иди иди там рыбак покажи какой у тебя ошейничек зеленый есть ошейник домашний парень или гуся лови он плавает надвигается грозовой фронт а мы еще хлеба не купили по прогнозу дождя нету нам он не нужен сегодня земля влажная столько уже по выпадал осадка мы почти уцели вот и магазин под названием озеро если чего здесь не будет есть еще один магазин я на велосипеде могу подъехать туда вот прямо по дороге туннель какой между ветклиника и частным домом когда хозяева вот этого дома частного соединили здесь вот и получилось что дорожка исчезла ой чё тут было забор побили и вот они местные не знаю правдами неправдами отвоевали эту тропинку она дана им изобразие только мусор не знаю я говорю кто прав кто виноват вот смотрите ведь лечебница да ведь лечебница и вот частный дом они взяли ну наверное присоединили этот лишний метр дело в том что вот по этой тропинке кроме осколков битого стекла от бутылок от вина ничего нету тут все загажено всегда вот кто прав кто виноват непонятно старые дома новые дома строятся буду устраивают люди каждый старается как может навесы делал беседки гаражи слов жизнь продолжается пристраивают просят заборы разные цвета 你 thấy не говорится весь этот раз показалось веселей и радость одним словом мы держим путь дорожку знаете куда в основной магазин продуктовый который находится в центре киршо недалеко от автобусных остановок там есть магазин промтовары магазине есть прод товары вот туда мы направляемся бабуля жила здесь уже нету кот спит в огороде монтик старый дом снесли еще частины осталось смотрите на память что такой домик был маленький низкий и с этой стороны она будет стена дома будет вместо забора я так понимаю новые дома как я говорю блатные построили самом центре здесь было библиотека клуб был одним словом центр был что мы уже подходим к магазину нас одна зрительница попросила снимите промтоварный магазин как сейчас там стал они когда-то жили здесь бабушка и жила вот если разрешит продавец можно снять промтоварные до работ вот у людей огромный участок огромнейший тут наверно два это вот старый дом зеленый да тут если не то что 24 новый дом новый дом большущий хороший дом сделали забор ремонтирует так мы уже в центре центре гершон показалось 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 показался купол и не один церкви двора считают мелочь или уже купили конфеты купили уже новый фасад магазина в гершонах зелененький после ремонта магазин выглядели покажу немножко вот из лодка алкоголь и все и выход все по кругу идешь 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 на выход эти что ты ищешь сейчас найдем вот там молочка или где а вот молочка за тобой за тобой молочка так у нас кто-то спрашивал что такое сам по санта бремор предприятий которые выпускают у нас огромное рыбную продукцию вот санта бремор к примеру показываю селёдочка слабосоленый сельский березка салушкин салушки 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 сломки славим сыром хлеб молоко мясо 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 сыр а почем сахар в больших сетях сахара в больших сетях это жабинка это жабинка Самый короткий, со свеклой. Давай. К чаю будет надо что-то и мясного. Таня так говорит, к чаю. А что к чаю? Эти вафли не нужны, не хочу. У нас есть хлеб. И варенье. Варенье, масло. Пиво, водка, коньяк, колбасы, субжуки. Колбаски вкусные. Надо нам что-то купить. Магазин кромтоваров. С вашего позволения, здравствуйте. Я пару кадров сделаю. Нас просят заснять. Люди когда-то жили в гершонах и просят. Я не буду вас снимать. Так покажу, что изменилось. Какой стал магазин? Где-то живут далеко, я так понимаю. В Бресте живут, дом продали в гершонах. Даже так. В принципе, если они в Бресте живут, можно приехать посмотреть, если есть желание такое. Ну что, все. Запаковали мы все, что купили. Видите, у меня дежурная маска с пылью уже. Которую Саша возит. С пылью висит постоянно. Ну, мало ли что. Где потребует власти одеть маску. Ну да, в магазине мы запросто. Вот она у меня. Не обслужит. На велике. А что, служба сегодня, да, в церкви? Да. Вот так выглядит центральная площадь Гершонская. Все, мы закупились. Хорошо на велосипеде нагрузились. Целую корзину. Отлично. Отлично. Пока лето, надо, ребята, наслаждаться погодой. Тепло, хорошо, настроение должно быть. Но если нет, надо поднимать его любыми путями. Брать за хвост и поднимать. Саша, ты вот все говоришь. Вот в последнее время не спишь. Ночами в три часа просыпается. Ну, от того, что он скалывает физически, нагрузка, это уже не очень хорошо для человека. Эти тележки с песком. А еще одна причина. Я вдруг сегодня, говорю, Саша, я знаю, что ты не спишь. Он чего? У него под кроватью этот пылесосик китайский, который он на комарок пылесосит. Он такой вонючий. Я как сегодня наклонилась, говорю, все, переселяем его в другую комнату. И с сегодняшнего дня будешь спать. Воняет. Я буду спать в другой комнате. Да ничем он не воняет. Воняет, Саша, там это пластик. Ой, кошмар. Вот еще один. Эти дни бури идут. Большие. Буря еще. Как они? Магнитные бури. Целую неделю. Тоже влияет, оказывается. Да уж. Нас свекровь все посвящает. Когда, ничего. Вот, говорит, рекомендуют. Не пить кофе, не пить водку, не пить крепкий чай. Заваривать мяту, смородину. Травы заваривать. Не дышать. Не дышать. Грязным воздухом. У нас там все свежее, числе. Побольше витаминов, яблок, ягод. Носик черный, смешной какой, а? Она носик, а то, облизушки. Облизушки делает. Поел. Деньги есть, у я же барсетку брала. А? Деньги я брал, все, деньги брал. Нет, это дорого, Таня. За 80 грамм мороженого, 2 рубля, еще и там 17 копеек. И так продавщица интересно говорит. Мороженое, московское называется, да? Я говорю, что там она? Ну, белое мороженое, сверху покрытое там шоколадной глазурью. Я говорю, ясно, сколько стоит? 2 рубля 11 копеек. Ну, как вроде, как вроде 21 копеек. Или 20. 2 рубля 11 копеек, да почти доллар. Представляете, это что вообще нормально? Что это творится-то? За 2 рубля в магазине Верас на улице Карбыша возле комбината мороженое, да? Так получается. Мы берем на 2 рубля, знаете сколько? 2 рожка. 2 рожка с небольшим верхом, да. Там получается где-то по 100 грамм, наверное, даже больше. А тут грамм 80. Сейчас вот специально посмотрю, вес какой. Идем по дороге вдоль озера, смотрю, два камня. Кто-то выкапывал, кто-то. Может кто-то меня увидит и скажет, зачем ты камень мой забрал? Да никто его не выкапывал. По нему ездили, ездили велосипедисты. Одним словом, нет, он был раньше все время достаточно глубоко сидел в земле, а это его как подкопали со всех сторон. Может дождем подмыло? Кому он нужен этот камень? Одним словом, решил я его утянуть. Для чего, потом увидим. Пока секрет. Сейчас я вам покажу, давайте. Или ты покажешь. Вот, мы уже преодолели железную дорогу. Ну, не маленький, не большой. Да? Вот так мы едем и вытянем. Мы едем, едем, едем в далекие края. И с пустыми руками не приезжаем. Оттоварились, купили продуктов. Может сделаем обзор, да, Саша? И находка. А вы говорите, кто такие люди и для чего они? Мы такие же, как муравьи. Как муравьи, все тянем. Для чего, никто не знает. Вот это мы погуляли. Что? Ого. Я говорю, вот это погуляли. Знаешь, сколько время? Два часа. Без десяти час. Ну, как раз сейчас обедать. Как раз и обедать будем. Вот хорошо. Ничего не делали и обедать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!